Всем привет! Вы на канале Олега Соскина и сегодня говорим о том, что произошло так называемое покушение на помощника первого Зеленского, Шефира. Знаем, что Шефиром у Зеленского был и есть конфликт, он связан видимо все-таки с Ермаком. Потом высказывается точка зрения, что Шефир выступил типа против этого закона про олигархов. Называют Шефира, что он серьезный кошелек, главный кошелек Зеленского, что братья Шефиры очень близки были всегда. Ну и естественно так оно как бы было, все собственность, все там эти сценарии, 95 квартал, все остальное, все вместе, вместе, вместе. Ну дружба, дружба и табачок в рост. И естественно когда начали расти деньги и когда власть появилась, а власть это огромные деньги, а президентская власть в Украине, как мы знаем, это миллиарды. Естественно началась борьба за передел влияния, за передел денег, за передел собственности. Видимо, ну естественно, что Шефиры очень много знают. То, что версия существует, что этот Шефир хотел уйти, то, что он поставил какие-то ультиматумы, это естественно. То, что Ермак сегодня это уже фактически часть Зеленского, это тоже известно. То, что у Зеленского растут проблемы во всех сферах, то, что он практически находится уже на грани, идет по лезвию бритвы, как говорится, во всех отношениях. То, что ставки поднимаются, что он хочет стать Лукашенко, диктатором хочет стать в Украине, это уже тоже всем известно. Ну и поскольку, как говорится, всегда, то есть это 95-й квартал, это мыльные оперы, это разные драматургические ходы, решения, это фарс, комедия, драмы, водевили. Ну теперь перешли к триллерам и уже подходят к трагедиям. И ради того, чтобы удержать власть и пойти на второй срок, ну и так всегда, кстати, было и у коммунистов-кагибистов, они, собственно, при Сталине эти покушения организовывались. Берри, перед Бери это делал Ежов, перед Ежовым это делал Ягода, покушения пеклись, как пирожки выскакивали. И мы видим, вот теперь такое покушение состоялось, что стреляли-стреляли, говорит, Зеленский тут же выступил с Америки, там, с обращением, что на его команду там напали. 18 раз стреляли, там типа водителя стреляли, ранили водителя, это, конечно, всегда драма, естественно, когда человека ранят. Вот, но получается стреляли-стреляли и никуда не настреляли, и что ж это, кто ж это такой стрелял, что это просто как какая-то театральная постановка. Парень 18 лет в Перми, зашел в университет, жахнул 28 человек с какого-то ружья и, собственно, дробовика. 8 человек положил, остальные там с тяжелыми ранениями. А тут вроде как киллеры, профессионалы стреляли и настреляли аж прямо так, что вот не попали ни в шефира, но слава богу, что не попали, конечно. Вот, и водителя, и водителя, а водитель при чем здесь? Чего ж по нему стрелять было? Уже по колесам бы тогда стреляли, если так, такое желание было. Водителя, то за что? Поэтому понятно, что это инсценировка, я высказываю свою точку зрения. Понятно, что Зеленский поднимает ставки, понятно, что у Зеленского не получается руководить страной, понятно, что Зеленский не способен это делать, понятно, что Зеленский на второй срок не проходит, понятно, что у него начинает, как бы, разрываться его система и Разумков набирает баллы, потому что олигархи делают ставку на Разумкова, тот же Ахметов. И, да я думаю, Коломойский и Пинчук с Кучмой будут делать ставку на Разумкова. Для сына Разумкова, который был главным помощником у Кучмы, понятно, отец его, он очень близкий к нему, тем более, что Кучма сидел, как говорится, был последним, при ком умер этот Разумков старший. Естественно, что с сыном он тоже сможет договориться. Поэтому тут вопросов нет, Разумков всех устраивает и, в принципе, Россия на Шефира будет покушаться. Зачем, если братья Шефиры очень лояльны к Путину и к России? Кто? Олигархи будут? Так Шефир выступал за то, что закон про олигархизацию не нужен. Кто еще? То есть нету даже субъектов, которые были бы заинтересованы вот в такой стрельбе. Естественно, что это надо рассматривать как внутренние разборки, то ли начало запугивания игры, то ли подстава, то ли объясняют Шефиру, чтобы он не дергался, то ли хотят разделить какую-то собственность, то ли хотят, чтобы Шефиры отказались от каких-то долей, то ли хотят, чтобы Шефиры с кем-то переговорили по поводу денег, которые идут на Зеленского, не в Украине. То есть это конкретные, то ли просто показали, что выбрали Шефира, как такого вот человека, близкого к Зеленскому, на которого напали. Зеленский говорит, это мой друг, мы одна команда. Какая команда? Какая команда, если уже с команды почти всех сдали, осталась просто внутренняя группа 95-го квартала, которая тупо зарабатывала деньги на вареве для, скажем так, для пересечных этих самых людей, которые живут на уровне бытового сознания. Вот и все. Что ж тут непонятного? Для плебса. То есть 95-й квартал, вот эти все мыльные оперы, рассмеши комика, это все для людей, живущих на уровне бытового сознания. И естественно, что к Зеленскому приходит его правлению конец. Те, которые ребята с ним пришли, они понимают, ну, дорваться с грязи в князи, подняться к таким деньгам, к таким потокам, к такой власти. Понятно, что они открыто никогда не откажутся, они будут биться за последнее. Поэтому плюсно принимали сумасшедшие законы. То есть я еще раз обращаюсь ко всем, так называемым, конечным бенецифиарам малых товов, малого среднего бизнеса. До там какого-то 10 или какого 11 октября, там они ввели какие-то просто безумную модель, модель, что человек должен лично там зарегистрироваться, регистратора, как бенефициар и так далее, и так далее. То есть это полный бред, это полное сумасшествие. И это во всем так. То есть мы видим, что Верховный Совет, он просто на сегодняшний день абсолютно уже неполноценный орган. И то, что сейчас происходит вокруг Разумкова, что там предлагают за его снятие до 100 миллионов, до 100 тысяч долларов, ну ребята, так правильно говорят, что Ахметов может начать такую кампанию, чтобы ради хайпа, прикола, просто полностью показать полный дегенератизм и деморализацию данного состава Верховного Совета Слуг Народа и предложить там, например, по миллиону, и чтобы там первых 100 олигархов в списке Форбса скинулись по одному-два миллиона. И избрали, например, главой Верховного Совета барана, да? Просто барана, вот обыкновенного барана. И они проголосуют, если им дадут по лимону, они долларов или евро, они точно спокойно проголосуют. Какая им, им разницы нету, кто будет сидеть в этом кресле. Им скажут Астафийчука, тоже 500 тысяч им дадут, и скажут, вот изберите эту там, типа, овцу какую-то или петуха. А они возьмут петуха, овцу, ради хайпа, прикола. А что, столько денег получат, представляете? И не бенефициары, и не надо ничего там декларировать, а деньги будут. Поэтому, ну и подняли ж налоги. Плюс, фактически, есть газовый коллапс, катастрофа. А Бетренко же это, как бы, скрывает, но он же понимает, что газа нет в газохранилищах. И, естественно, по 700-800, может, 900 долларов будет зимой или больше, это цена газа рыночная, и меньше никто его вообще не продаст. Российская Федерация газ продавать не будет. А тот газ, который может прийти через другие страны с Европой, но, естественно, он будет еще дороже для потребителя. Поэтому, да даже 600 долларов народ не выдержит и коммунальные предприятия и города. Поэтому надо говорить реально, что практически есть коллапс. А если учесть, что надо еще 5 миллиардов долларов выплатить по вот этому госдолгу до конца года, который Шмигаль набирает вместе с этим Зеленским, просто немеренно выпуская всякие долговые обязательства, ну, перед ним это делали и другие ребята. И тот же Яценюк делал, когда был премьером, и Гройсман делал, все делали. И Порошенко это все поощрял. Так что оно было, было и было. Но при нынешних это вообще уже достигло просто немеренных масштабов. И, естественно, покрывать эти долги только они хотят за счет людей. Люди, конечно, довольны пока. Урожай большой собрали, просто не было еще такого урожая. Все кладут деньги на депозиты, земля типа продается, сделки по земле совершаются, рост цен на недвижимость идет. С друзьями говорят, да Лехович, все так классно, все так хорошо. Так еще дороги, говорит, строятся везде. Все так поддерживают это. 41% сейчас сделали последние социсследования. Говорят, Зеленский строит дороги. Поскольку автомобили у большинства, то все довольны, как слоны. Поэтому, но то, что Кабмин принимает, какие последние решения людоедские, фактически геноцидные, так это вообще никто на это не смотрит. То есть, накоплены огромные депозиты, растут же депозиты в свободно конвертированной валюте, в банках. Все готовятся к каким-то хорошим временам. А времена будут очень тяжелые. То есть, близится тяжелейшая зима. Ну, естественно, что Зеленский это все ему рассказывает, объясняет. Поэтому он к этому готовится. Естественно, не зря Монастырский взял себе советники этого Василышина и Дурденца. Посмотрите, сколько было народа перебито в разных ситуациях в этот период, как раз в 90-е годы. Кравчука, Кучмы, как раз когда Василышин, Дурденец были и так далее. То есть, фактически берутся люди, которые были в 90-е годы. В 90-е годы разгула этого всего процесса. Ну, естественно, представляете, это же сколько Зеленскому лет-то было. Это 21-й год. 21-й, и отнимите еще 10-30. То есть, пареньку было там где-то, ну, чуть больше 10 лет, да. Вот, естественно, что он боготворит этих людей. Это все коммунистическо-социалистическая милиция. Можете себе представить? То есть, это люди, создавшие себе карьеру в коммуно-социалистические времена. Монастырский их взял в себе советниками. Почитайте его список советников. Вообще, кто такой Монастырский? Институт будущего. Что, кто-то про него знает? То есть, фактически, а кто институтом руководит? Мишель. То есть, тогда надо говорить, что это просто диверсионная проведена спецоперация. Мишель была сегодня с этим, так называемым, шефиром. Для его, с одной, многоцелевая. Для его запугивания, чтобы он отказался от каких-то долей, которые у него, видимо, есть. Чтобы молчал про прошлое Зеленского. Чтобы не возникал. Чтобы согласился на меньшую роль вместе с братом. Для запугивания всех остальных. Для развязывания террора, арестов и так далее. Ну, это такое же делал, кстати, Джугашвили Сталин. Когда ему надо было массовый террор с 1937 года развернуть. Уже среди высшей элиты компартии. Он грохнул того же Кирова. Потом разыграли комедию эту и все. Вот и все. Поэтому Зеленский тут не оригинален. Это все было. По той же линии ходил и Табачник Дима, и все другие. Поэтому ничего особенного. Все как всегда. Плюс Зеленский, видимо, провалился в Соединенных Штатах. Ему надо оттуда быстренько ретироваться. Поэтому подгадали, что вот он срочно возвращается в Штат. Там, видно, ни с кем не встретился. Там ему показали большую дырку от Бублика. Поэтому как бы все в процессе. Все нормально. Все укладывается, как всегда, в жанры. Что делать? Делать надо простые вещи. И однозначно начинать импичмент Зеленского за вагнеровцев. То есть, видимо, подгорает по вагнеровцам. Видимо, были какие-то контакты, где Зеленскому четко объяснили по поводу вагнеровского дела. Ему надо сбить эту волну. Он должен немедленно, в принципе, надо арестовывать Ермака. Особенно в связи с тем, что стало известно по подкупу депутата Верховного Совета. И, видимо, уже есть депутаты, которые могут под присягой сказать, что им эти деньги предлагали. Или, например, они их взяли. И они могут сказать, кто им дал эти деньги. Поэтому, чтобы сбить эту волну, естественно, что тогда надо, ну, если это Тищенко деньги раздает и так далее, конверты разносит каждый раз, и сейчас ему и Архаме это поручено, тогда надо их арестовывать, лишать мандата. Вот о чем речь идет. То есть, надо говорить, что этот Верховный Совет надо распускать и немедленно проводить выборы. Но тогда надо восстановить председателя Конституционного Суда. Нравится он Зеленскому или не нравится, но надо об этом говорить. И правильно никаких не надо судебных реформ делать, потому что фактически нацелено все на то, чтобы сломать независимую конституционную ветку власти. Поэтому, в принципе, Аваков должен сейчас сказать правду, почему его сняли. И кто приказал ему уйти в отставку, видимо, пришло время. И надо убирать большее зло. То есть, Зеленский стал большим злом. Поэтому надо всем, кто находится вокруг Зеленского, нормальным, быстренько, хлопцы, разбегайтесь, пока не поздно. Поскольку этот 95-й квартал совсем уже ошалел его верхушка, у них планка полностью упала. И они ради сохранения власти готовы начать гражданскую войну в Украине, с чем я всех и поздравляю. Импичмента у нас еще никогда не было. Поэтому, Тимошенко, Порошенко, выходите из-под поля. Все остальные тоже. Потому что вас просто раздавят как букашек. Немедленно надо забирать у Зеленского СБУ, однозначно. Немедленно забирать Министерство иностранных дел. У нас парламентская фактически республика. Поэтому эти функции надо забирать. Есть конституционный суд. Есть конституционный председатель, незаконно снятый этого суда. Есть Верховный суд, слава богу. Поэтому не надо поддаваться на эти провокации. Они понятны. Надо, чтобы генеральный прокурор была спокойна, уравновешена в этом плане. И она должна быть естественно спокойна, как говорится, равнобедрена в данном случае к Зеленскому. Ей тоже не особенно надо, нечего терять ей. Ей надо сохранить свое РНМ, я считаю. Поэтому все условия для этого есть. И, видимо, настала такая точка, которая для достижения момента истины. То есть Зеленский для того, чтобы установить диктатуру, согласился на начало таких проведения просто сумасшедших акций по инсценировке так называемых убийств, покушений и так далее. Это все было. Это все было при Кучме, при Януковиче, при Ющенко это было. И убивали, и делали замахи, и все остальное. Когда человек для сохранения бабла при умножении власти своей начинает это делать, то, извините, надо убирать такого человека. И надо говорить о том, что Украине надо становиться парламентской республики и не нужно прямое избрание президента. Он вообще не нужен. Нужен просто парламентский зиц-председатель, президент, который имеет только одну функцию, право распустить парламент при определенных обстоятельствах. Все, больше и переходить надо к мажоритарной системе выборов. Все, берем, изучаем канадский и английский опыт и его вводим в Украине. Партии отжили свое, они не нужны. А это просто анахронизм. Поэтому, как говорится, надо это дело хоронить. Невозможно в стране практически, где большая часть нищих, а власть построена как государство стационарного бандита, с высшей олегокаратией, клептократией делать какие-то демократическо-партийные так называемые выборы. Вот на этой ноте заканчиваю свое сегодняшнее выступление и свой анализ. Всем всего хорошего. Вы на канале Олега Соскина. Подписывайтесь, если хотите знать правду и как нам жить дальше. Всего доброго. До новых встреч.